Всем привет! Привет, друзья, и добро пожаловать на канал Мои Девушки! Сегодня мы с ней будем тестировать невероятно прикольных юнитов! Во-первых, это Титан Клевер Мэн, самый новый, самый редкий мифик в игре на данный момент, и сражаться он будет против синистра Титана Тиви Мэна, который имеется практически, в принципе, у всех, который в игре уже тысячу лет назад появился, которого получить в 700 раз проще. Короче, сейчас мы сравним самого нового и дорогого мифика с самым доступным и старым мификом, и решим, кто же из них всё-таки окажется лучше и кого лучше использовать в дефе. Ну что, поехали! Ты готова? Я готова, погнали! Это хорошо. Короче, у нас имеется одинаковый полностью инвентарь, то есть у меня одета Ферма, у меня одет Учёный Камера Мэн, у меня одет Титан Клавер Мэн, у меня одет Грин Лазер Камера Мэн и Камера Репайр Дрон. У неё абсолютно всё то же самое, только вместо Клавер Мэна у неё Синистр Титан Тиви Мэн. И, собственно, ставить мы будем наших Титанов в одно место, и дефать будем, в общем-то, точно так же, в общем-то, как... Ну, точнее, у нас будет всё полностью точно так же стоять, всё на тех же местах, единственная разница, это только у нас будут разные юниты. В общем, поехали! Сейчас посмотрим, что у нас из этого получится. Так, жми. Стартовать. Так, ну что ж, мы, в общем-то, зарегали каждый в свою карту. Сейчас посмотрим, что у нас получится, кто по итогу, в общем-то, затащит каточку. Так, давай, во-первых, с тобой сравним, что у нас по секундам. У меня сейчас пятнадцатая секунда, четырнадцатая, тринадцатая, двенадцатая. Всё, у нас всё в идеале. Мы стартанули тютелька в тютельку, поэтому, собственно, сейчас будем начинать дефать. Итак, с тобой мы играем точно так же одинаково, поэтому ставим, в общем-то, сначала фермочку. Я буду говорить, что мы с тобой делаем, и это и будем делать. Включаем автоскип сразу с нулевой секунды. Всё включило, да. Да, и играем полностью под автоскипом. Ставим только одного титана, и смотрим, кто из этих титанов быстрее сдуется. Будет, мне кажется, очень прикольно. Короче, смотри, сейчас мы с тобой поставили одну ферму. Фермочки, в принципе, не важно, куда ставить, в этом нет никакой разницы, поэтому, в общем-то говоря, если у нас фермы по-разному стоят, не обращайте на это внимания. Дальше на втором ставим грина. Ты готова грина ставить на второй волне? Блин, я уже поставила ферму вторую. Ну, ты, конечно, зря. Ну, в целом, разницы, ладно, никакой такой не будет, потому что ты всего лишь на 50 монет получишь больше, а я, в целом, в принципе, на 50 монет как будто бы обратно и тоже получил на самом-то деле, потому что вроде бы как за этих грибчиков, ну, хотя нет, здесь мне дали поменьше, конечно, чем 50. Ну, ладно, ничего страшного. Так, дальше на третьей волне ставим ферму, а ты ставишь грина. Я поставила грина, я уже поставила его, да. Да, мы с тобой немножечко тут поменялись на одной волне, тут ничего страшного, разницы никакой не будет. Так, четвертая волна. На четвертой волне я ставлю третью ферму. Ну, давай тогда я тоже. Все, на четвертой волне третья ферма готова, и поехали даже, наверное, еще поставим двух, еще ставим двух, двух ученых камераменов. Отлично. Так, на пятой волне мы с тобой прокачиваем нашего грина, вот. На пятой волне грина на разочек прокачать, и я думаю, что можно дальше прокачать фермочку Санту Тиби Мэйна одного за 200. Можно даже второго прокачать или нет? Второго тоже можешь прокачать, а ты двух ученых поставила? Да, поставила. А, ну если у тебя хватает, качай второго тоже, просто у меня пока что не хватает. У нас вот небольшая разница прям в денежках совсем маленькая. Вот, так, следующая волна наступила, прокачиваю, короче, Санту за 500. Вот, и вообще нам по хорошей системе нужно будет поставить еще одного грина лазеру. Давай, я поставлю сейчас тогда, да? Давай, ставь тоже грина лазеру, нам нужно, чтобы уже два грина стояло. И надо будет его, кстати, надо будет его прокачать. Вот, на этой волне прокачиваем его тоже. Прокачала до второго уровня. Да, все, дальше качаем фермочку за 200 и за 500 сразу же. Вот, и в принципе хорошо, в принципе хорошо, пока что потихонечку, помаленечку. Так, вообще, на следующей волне у нас там идут боссы, поэтому давай прокачиваем, в общем-то, нашего грина за 600 одного. Вот, это в любом случае нужно сделать. И как будто бы, давай сразу же за 600 еще и второго тоже прокачаем. Так что двух сначала сразу за 600 прокачаем, чтобы у нас все было хорошо в дефе, потому что карта все-таки маленькая. Боссы доходят быстро, вот, а урона у нас не так много, поэтому... Прокачала. Может, ферму прокачать теперь или... Вот теперь, теперь качаем ферму. У меня тут осталась одна ферма за 200, я ее качаю раз, я ее качаю два и я ее качаю три. Три раза, короче, прокачал. Я прокачала все фермы до третьего уровня, то есть за 500. У меня еще 800 осталось. Ну вот, качай за 800 теперь. Прокачала, все. Так, следующая волна, у нас 1660 монеток и есть. Надо поставить еще одного грина и сразу же тоже его прокачать до, в общем-то говоря, третьего уровня. То есть за 600 нужно сразу прокачать его и дальше фермочку можно какую-нибудь за 800 тоже апнуть, поэтому давай-ка это быстренько, быстренько. Так, следующая волна. Отлично, следующая волна. Дальше качаем еще, наверное, фермочку за 800 и одну за 1000 тоже докачиваем. Прокачала. Так, на следующей волне мы с тобой ставим еще одного последнего грина лазеру и качаем сразу же его также на 600. Хорошо. Так, все, отлично. На 600 прокачал. Все, у нас 4 грина стоят, оба по третьему, точнее все 4 по третьему уровню. Так, дальше мы с тобой качаем, в общем-то, остальных санд по 1000 теперь. Вот. А когда репайр дрона будем ставить? Репайр дрона пока еще рано ставить, до наших гринов пока еще не должны доходить, поэтому пока что мы с тобой качаем еще одного санду за 1000. Так, отлично. И теперь, в общем-то, давай прокачаем двух ученых камераменов по два уровня. То есть за 300 и за 600. Все, отлично. Неважно, я поставлю вот так вот поставлю. Я между ними поставила. Нормально. Так, дальше прокачиваем по одному уровню нашим титанам. Хотя, вот я знаю, что думаю. У нас, в принципе, нам не нужно так много денег с тобой, поэтому как будто бы мы с тобой можем на самом-то деле даже и качать титанов дальше. Поэтому давай сейчас все деньги полностью в наших титанов. Вот. Я титана до третьего уровня уже улучшила, да. Давай, вот, короче, сейчас, в принципе, я думаю, что нам денег много не нужно будет, поэтому давай, вот, короче, полностью сейчас, в принципе, наших титанов и качать на максимум. То есть у нас, короче, всего с тобой 3 фермочки Санты по 750, которые дают, и также 2 фермы еще, которые по 200 дают. Итого у нас получается в целом 2000 капает, и в принципе, я думаю, для того, чтобы вкачать одного Титана, нам в любом случае хватит. Поэтому абсолютно все деньги, которые сейчас капают тебе, просто, в общем-то, впихивай в раскачку нашего Титана одного. Хорошо, а можете репаер дроны улучшим, хотя бы до второго уровня? Репаер дроны, я думаю, можно до третьего уровня улучшить, потому что так он будет хотя бы заряды уже побыстрее копить. Поэтому давай, третий уровень, вот, за 3000 потом его прокачивать пока не будем, конечно, вот, но... Угу, все улучшила, и Титана своего улучшила до четвертого уровня. Ммм, интересно, у меня тоже четвертый уровень, хотя у меня раскачка вроде как подешевле, чем у тебя, но при этом почему-то у нас один и тот же уровень, любопытненько. Но сейчас у меня, правда, пятый будет, у меня сейчас не хватает всего лишь тысячу монет, вот, и у меня будет пятый уровень. Но мне до пятого еще далеко, много монеток надо. Я вот, правда, не знаю, у нас с тобой раскачка по одинаковым уровням идет, то есть у Синистра так же, как и у Клевера, там уровней 7 или 8, или как-то, интересно, разница есть какая-то. Сейчас узнаем. Так, у Клевера, в общем-то, 7777 прокачка была, пятая, и последняя, у него шестая прокачка, 17000 стоит. Ага, все-таки, мне кажется, они от Синистра отличаются, у Синистра больше, наверное. У Синистра, наверное, 7 уровней, а у Клевера получается 6, наверное, как-то так. Вроде да. Так, что прокачиваю Синистра до пятого. Давай. Так, пока что, в целом, у меня, в общем-то, все достаточно прикольненько. Мой пока что справляется. Мой тоже. Достаточно неплохо, но у тебя-то, естественно, будет справляться. У тебя так-то Титанчик, конечно, прям машина-машина еще-то. Да, но у меня тоже так-то, на самом-то деле, лаки-блоков уже тут целая куча насобиралась. Так, что, в целом, вроде, пока выглядит... Ну, конечно, это всего 22-я волна. Тут, конечно, у нас, что бы с нами еще случилось. Так. Пока что, в целом, все хорошо. Так, мне нужно 17000. Вообще, я думаю, что, в целом, у нас, так как все идет прям вообще шикарно, мы можем с тобой позволить себе прокачать, наверное, фермочки чуть дальше, чтобы чуть побольше капало. Как ты вот думаешь, хочешь, не хочешь? У тебя просто прокачка будет очень дорогая. Да, мне нужны фермочки, по-любому. Ну, давай, короче, давай, короче, ладно, давай на 25-й, давай на 25-й прокачивать. Фермы? Да. Ну, ладно, тогда пока что я накоплю на прокачку своего синистра до 6-го уровня. Сколько у тебя осталось? Он стоит 14000. Сколько осталось? Мне 400 монет не хватает. Вот, все, идеально. Тогда качай его, и дальше мы с тобой качаем фермы. Угу, хорошо. Давай, как раз все идеально получается. Так, отлично. Я своего тоже прокачал, и фермочки, собственно, дальше начинаю теперь тоже качать. У меня, собственно, это была, кстати, последняя прокачка, больше у меня денег тратить некуда. Поэтому я могу начинать теперь улучшать, в общем, все, что угодно. Вот. Вот, вот. Поэтому, собственно, вот такая вот у нас разница. У тебя титан стоит намного дороже в прокачке. И посмотрим, насколько тебе это, в общем-то говоря, помешает. Потому что я уже могу прокачивать целую кучу ферм. И могу, собственно, уже прокачивать репайр дрона. Могу начинать тоже гринов уже потихонечку тоже качать попозже. Вот, но сейчас, наверное, все-таки докачаю фермочки. Хотя бы до 7-го уровня. Я думаю, за 6000 нам точно качать смысла нет. Это слишком, конечно, дорого. Вот. Вот, я думаю, это нам не потребуется. Так, у меня тут... Ну, это классно. У меня тут фермочка, в общем-то, зависла. Я ее не могу все никак прокачать. Она все в вечном, в вечном сне. Проснись, господи, берет. Отлично, все, прокачал ее. Хорошо. Так, и камера репейр дрон. Хм, стоит ли его сейчас прокачивать или пока фермочки еще? Пока, ладно, фермочки покачаем. Все, отлично. У тебя-то уже солидные прокачки, а у меня ничего. Мне 18 тысяч надо. Так ты зачем? Ты не качай его на максимум. Ты же фермочки хотела сначала прокачать, а потом же его. Да, я качаю фермочки и коплю на него. Да, ну вот, только аккуратнее смотри. Тут уже скоро начнется прям очень много юнитов. Так что рассчитывай свою прокачку ферм именно с учетом того, что ты юнита должен докачать. Потому что у меня-то юнит уже на максималке, и мне уже не нужно думать. Ммм, классно тебе. Так. Мне осталось совсем чуть-чуть поднакопить. Еще три тысячи. Давай. Так, я прокачаю, наверное, репейр дрона. Вот. Есс, я прокачала. А теперь он у меня с косой крутой такой стоит. Ну, это мощно. Я тут уже начинаю качать грин лазеров. Ого. Вот. Будет у нас четыре грин лазера. И один зелененький главный жук. Главный зеленый жук-босс. Парау, 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 парау. Так, ну мне осталось тысяча, и все, и мне больше прокачивать нечего будет, на самом-то деле. Ого. Классно. Да. Вот такая вот большая разница у нас в прокачке. У тебя, конечно, намного дороже. Но посмотрим, что у нас по итогу получится в дефе из-за такой большой разницы. Потому что чем юнит дороже, тем, значит, по факту он должен больше вносить пользы. Ну, как бы да. Посмотрим, так ли это. Или же все-таки не так. Ладно, качаю фермы дальше, раз у меня, в принципе, в общем-то, перебор по деньгам. Докачиваю все фермы по шесть тысяч, потому что у меня уже вкачано абсолютно все. Все четыре лазеры, все камеры, все, что только можно, все вкачано. Поэтому. Но у меня, кстати, на самом-то деле уже чувствуется, на самом-то деле, немножко прям это, немножко страшненько, честно говоря, становится. Вот. Так что, так что я бы сказал, что у меня ситуация накаляется, у меня юниты уже начинают мои блоки ломать. А это не очень-то хорошо, не очень-то хорошо. Ой-ой-ой, одна вообще инопланетная тарелка дошла прямо аж. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, походу мне триндец, мне кажется. Если на 34-й волне я уже так себя плохо ощущаю, то что будет, честно говоря, дальше? Вот это вопрос интересный. Не знаю, у меня тут вообще все хорошо, я все опять прокачала. Все на максимуме, и гринов. Ну вот, вот видите, какая большая разница между нашими юнитами. Несмотря на то, что это самый редкий и самый дорогой мифик на данный момент, он очень сильно начинает уже проигрывать синистру. Возможно, я правда не знаю, что у него на экране сейчас происходит, вы-то видите в два экрана. Вот, возможно, у нас разница уже солидная. Но это на самом деле видео очень классное, когда ты смотришь разницу сразу в двух юнитах. Ну, ладно, начнем с того, что у меня, конечно, еще лаки-блоки стоят, мои красивенькие. Так что тут еще, в общем-то говоря, не все потеряно. Лаки-блоки-то еще стоят, еще и целая куча, поэтому, может быть, все будет хорошо. Так, на всякий случай, в принципе, я сейчас, получается, коплю денюжки. И, в общем-то говоря, чтобы, в общем-то, по итогу-то сильно прям не проиграть, точнее, чтобы хотя бы получить монетки, я поставлю вот сюда еще одного. Это будет у меня просто, чтобы мы хотя бы каточку выиграли. Вот, чуть попозже мы его поставим. Но если, в общем-то говоря, вот этот лаки-блок уже пройдет, как только, короче, последний юнит пересекает радиус атаки нашего Титана, это значит, что он уже проиграл. Ага, хорошо. Вот такая вот система. Ну, либо же, возможно, если они оба смогут справиться, то выиграет тот, у кого, в общем-то, юниты прошли меньше пути. Но у меня, кстати, уже попахивает керосином, у меня, честно говоря. Ё-п-э-р-э-с-э-тэ. Вот это обалдеть. Попахивай тем, что мы с вами, друзья, с нашим новым Титаном уже продули. У меня тут как-то тоже, знаешь, они начали чуть-чуть проходить. Но нет, пока не проходят. Да? Да, у меня все хорошо. Но у меня уже как бы так проходит. У меня уже как бы так проходит, на самом-то деле. Так, надо поставить Грина на строжность, на ласт, короче, на заветвение, везде просто, как только можно. Нет! Нет! У меня совсем чуть-чуть на проигрыша осталось, совсем чуть-чуть. Сейчас последний юнит уже скоро может выйти из радиуса атаки. Все! А, даже так! Я проиграл, все. Я официально проиграл. Все, мой юнит, друзья, официально проиграл. Это, в общем-то говоря, соревнование. Оказался намного слабее, чем Синистр Камера Мэн. Как вы видите, уже все, Габелыч полный. У нас тут уже все юниты проходят просто на максимум. Я даже юнита там продать бедного одного не могу, они из-под стана не выходят. А у меня пока все хорошо. Теперь, в общем-то, я просто играю хотя бы просто, чтобы выиграть эту каточку и хотя бы, чтобы получить бонус. Вот, вот такой вот у меня остался, в общем-то, вариант. Больше у меня вариантов нету, поэтому дефаем, елки-палки, вперед, господа! Что-то мне кажется, что я даже не задефаю на самом-то деле, честно говоря. Ты представляешь, я даже не смогу задефать, даже несмотря на то, что я ставлю целую кучу юнитов. Ё-пэр, я выключаю автоскип! Обалдеть! Все, блин, у меня вообще все печально. Дефайте! Блин, моих юнитов станет начали, все, прошли все уже. Все, я официально проиграл, у меня дошли они прямо до моей базы. Ну ты че так? Вот так вот, вот так вот получается наш новый титан в разы слабее, чем синистер камерамен. Несмотря на то, что многие говорят, что у него намного больше урона в секунду, у него есть лайки-блоки, но многие из вас не понимают самого важного. Это именно урон по области, потому что когда ты играешь в эту игру, самое важное, это иметь хороший урон по области. А урона по области у этого юнита не так много. Потому что в основном он как раз таки бьет одиночную цель и ставит как раз таки те самые лайки-блоки. Многие из вас этого не понимают, и поэтому считают этого юнита прямо намного сильнее, чем другие. Точно так же, как и вы считаете, что у Волт Гадли лучше, чем синистер. Но мы с вами снимем видео, в котором расскажем, кто по итогу сильнее. Вот, так что поэтому не пропустите следующий видосик. Так, ты тоже проиграла уже? Я проиграла, я дошла до 46-й волны и все. А, ну смотри, мы меня намного раньше снесли, конечно, у меня там шансов вообще тоже не было. Вот такое получилось у нас видео, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, увидимся в следующем видео. Пока-пока! А теперь, друзья, мы с вами проведем розыгрыш. Чтобы в нем принять участие, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Обязательно пишите свои ники в комментариях под самым последним видео, и тогда у вас будут шансы победить и выиграть крутые призы. Итак, у нас 221 комментарий под моим последним видео. Сейчас определим первого победителя. Сегодня в розыгрыше у нас будет 5 призов. Оу, кто обожает регалетку, лайк. Ник Дима Садовский. Так, Дима, поздравляю тебя. Ты выиграл. У тебя первое место. Ты занял первое место. Давай тебе дадим какого-нибудь крутого юнита. Так, сегодня у нас будет 5 призовых мест. Ага, кого мы тебе дадим? Давай мы тебе дадим камерамена. Он такой подписанный котярычем, как всегда. Отправляем подарочек. Все, первый подарочек отправлен. Давайте выберем с вами второго победителя. Привет, надеюсь выиграю. Ник Слава. Ага, выиграл. Поздравлямба. Уже третий раз не могу выиграть. О, третий раз не можешь? Ну смотри, на четвертый раз тебе повезло. Круто, очень круто. Что мы дадим Славе за второе место? Давайте дадим мифика какого-нибудь. Ну давайте Титана Презент Мена дадим. Он так-то очень крутой тоже. Все. Так, третье место у нас получает сейчас. Узнаем кто. Привет, мой ник. Ага. Святкот. Хорошо. Ну вы там хоть оставляйте какие-нибудь комментарии? А то так сразу с ников начинаете. И давайте за третье место мы дадим Титана Синемамена. Отправляем. Все. Четвертое место. Как всегда топ. Мой ник такой-то. Спасибо, спасибочки. Я вас всех обожаю. Всех люболю. Целую, обнимаю. Мне очень приятно получать от вас хорошие комментарии. Кого мы тебе дадим? Ну давай мы тебе дадим пилу. Пила тоже крутая. Отправить. Все. Четвертое место разыграно. Пятое место. Ник Федор. Пожалуйста, юнит Янук. Я подписан и ставлю лайки тебе и коту Игроман. Вау. Спасибо. Нам с Котяричем очень приятно, что у нас есть такие крутые подписчики. Ты выигрываешь. Приз. Сейчас посмотрим, кого мы тебе отправим, Федор. Кого мы тебе отправим? Ну давай, обгрыженного Титана Спикермена. Так, подписанный, подписанный. Отправляем. Все, друзья. Пять призовых мест у нас с вами сегодня разыграно. Подписывайтесь на меня. Ставьте лайки на это видео. Ну и на все остальные. Как бы тоже. Комментируйте в этом видео обязательно. Розыгрыш проводится только по последним видео. То есть вот выходит новое видео, да? Обязательно ставьте лайк на него. Пишите комментарии. Указывайте свой ник. И в следующем видео я сразу же проведу новый розыгрыш. И тогда у вас будут все шансы на поведу. Всем пока-пока.